Всем привет дорогие друзья и подписчики! Вы на канале IT-Doktor. В этом видео я хочу рассказать вам про тег Source. Это, можно сказать, вспомогательный тег для тегов аудио и видео. Он необходим для того, чтобы указывать какие-то дополнительные атрибуты именно в нем. Давайте рассмотрим на примере. Синтаксис, как мы видим, тег Source записывается внутри тега аудио, либо внутри тега видео. И мы можем указывать путь к видео или аудио файлу именно у тега Source. А тег видео или же аудио служит просто контейнером. Какие есть атрибуты? Атрибут Media. Он определяет для какого устройства будет воспроизводиться файл. Давайте посмотрим, какие здесь есть варианты. All для всех устройств. Для устройств на стиле Брайля. Смартфоны. Печатающие устройства. Экран монитора. Какие-то речевые синтезаторы. Проектор. Терминалы. Телевизоры. Такие вот значения у нас есть для атрибута Media. По умолчанию стоит All. То есть, видео будет воспроизводиться для всех. В принципе, вам не обязательно это все запоминать. Может, вы даже не будете пользоваться таким атрибутом. Оставить его по умолчанию. Но иногда возникают ситуации, когда нужно видео ограничить для просмотра. Вот здесь вы видите синтаксис, как это все записывается. Через такую вот палочку записываются значения атрибута. SRC. В принципе, здесь все просто и понятно. Как мы уже раньше рассматривали, это адрес, где находится наш файл. И Type. Здесь есть такой большой довольно список, что здесь можно указывать. Я его вам прикреплю в описании. Если вам интересно, посмотрите его. Можете брать. Там для разных файлов используются разные значения Type. Довольно большая табличка. Вкратце, это просто кодек и формат нашего файла. Давайте возьмем пример и посмотрим, как он работает. Ставим его в наш TagSection. Сделаем немного побольше. 640 на 480. Control составим. Путь Video.Impact4. Здесь Type, вы видите, мы указываем Video.Impact4. И кодек вот такой вот у нас. Это для воспроизведения файлов mp4. Нажмем сохранить. И посмотрим. Вы видите, видео у нас точно таким же образом появилось. Как и мы делали это с тегом Video. И все у нас работает. В принципе, вам самим решать, использовать TagSource или нет. Потому что все эти атрибуты можно указывать для тега Video. Также для тега Audio вы можете сами принимать решение, какое использовать. И вот мы рассмотрели довольно простой TagSource. Я надеюсь, вам была полезна эта информация. Применяйте ее на практике. Спасибо вам за внимание. И увидимся в следующих видео уроках. Не забывайте также подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok